Добро пожаловать! Хотела быть похожей на старшую сестру, которая решила посвятить себя медицине. Поэтому еще в детстве Ольга знала, будет спасать людей. Мечтала помогать людям, мечтала спасать людей. Мне было очень приятно видеть свою сестру. Раньше тогда были рафики скорой помощи на белой машине. Такая романтика. Пошла в медучилище, отучилась 4 года. Фельдшер с немецкого полевой врач, а значит должен уметь работать в любых условиях. Отправляясь на вызов, понимает, нужно быть готовым ко всему. Бывает так, что психически больным вызывают. Бывает, мы приезжаем к больным в алкогольном опьянении. Бывают неадекватные родственники, которые требуют невозможного. И также в этих случаях тоже нужно быть максимально дипломатичным. Ощущать благодарность за труд – самое приятное в профессии. Многие пациенты не забывают своего врача даже спустя много лет после, казалось бы, случайной встречи. Быстрая постановка диагноза «Менингит» однажды спасла жизнь молодому парню. В дальнейшем даже и врачи-инфекционисты, и педиатры, которые с ним занимались, они сказали, что большую роль сыграла первая помощь. Грамотная, правильная. И вот до сих пор он меня поздравляет с днём медика. Здравствует. Женился у него, детки. За 35 лет работы, тревога и волнение стали неизменными спутниками фельдшеров. Особенно страшным было время пандемии. Приходилось справляться с новыми вызовами. Но такая самоотдача принесла свои плоды. Ольгу наградили почётной грамотой. Первое время, потому что мы чётко, точно, конкретно не знали, насколько это тяжёлое заболевание. Работали в респираторах, работали в специальной защите. Больных много было, поступало тяжёлых. Тоже волновались. С годами врачи черствеют. Это миф, говорит Ольга. Цинизму в профессии нет места. С эмоциями не всегда справляются даже самые опытные медики. На работе поддерживают коллеги, а дома родные и близкие. Дома свои родные, они уже знают, что мама, например, у него в этот раз был тяжёлый день. Тоже поддерживают. Как дежурство начнётся, так вся смена и пройдёт, уверены фельдшеры. Они – люди прагматичные. Но это суеверие передаётся из поколения в поколение. Никогда мы друг другу не желаем замечательного дежурства, поменьше вызовов, лёгкого вам дежурства, лёгких вызовов. Если пожелаем это друг другу, обязательно будет наоборот. 21 февраля фельдшеры отмечают профессиональный праздник. Но выходной по этому поводу не полагается. В любой момент они готовы отправиться на помощь тем, кто в ней нуждается. Ведь почти для каждого работа на скорой – призвание. Карина Яряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».